Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстон, а это очередное видео, посвящённое игре сверхновой. Итак, друзья, давайте вначале я кратко расскажу о том, что у меня нового. Ну, во-первых... Так, а что нового? Во-первых, я поставил на улучшение и улучшил все свои три склада до четвёртого уровня. Это позволило мне улучшить мою лабораторию до второго уровня. И сейчас я помаленьку один за другим улучшаю бункеры. Ну, и я думаю, даже сегодня в выпуске мы поставим на строительство пушку, да, как она там называется. Поставим на строительство миномёт. 28 тысяч минералов для этого потребуется и тысяча энергии. Мы сейчас как раз начнём зарабатывать эти ресурсы. Также, ну, давайте вот здесь соберём награду за выполненные задания. 3000 минералов. Ну, не, мы так сейчас быстро наберём минералы, а энергии у нас при этом может и не быть. Ну, в общем, заберём эту награду, если что, попозже. Также, друзья, хотел сказать, что на меня очень много тут всякие игроки нападали. В основном как раз, вот, как видите, побеждали меня. Ну, чаще всего, скорее всего, мстили. Но в одном из таких нападений, ну, я не знаю, давайте посмотрим. Я, правда, точно не скажу уже, в каком именно. Ну, я заметил, там такой интересный аспект был. На меня нападали и, знаете, высадили... О, да, вот это как раз тот самый бой. Видите, он высадил войска вот прямо здесь, где-то между кустами. Но они никуда дальше не пошли, потому что были заперты. Но вот этот вот бой, он мне показал, что можно иногда где-то высадить войска вот в кустах даже, там, где незаметно. Вот видите, он их всё. Он подождал время, отозвал свои войска, которые высадил здесь в кустах. И сейчас высадит их где-то в другом месте. В общем, я этой тактикой... Вот, видите, смотрите, в других кустах. Я здесь вроде всё заборами оградил, чтобы здесь нигде нельзя было высадиться. Но здесь какое-то местечко, оказывается, всё-таки вот лазейка какая-то оказалась. Я вот этой тактикой, которой он нападал на меня, вот этот парень, стал часто пользоваться, нападая на других игроков. Именно искать где-то места для высадки, которые человек не заметил при обороне и, ну, так сказать, зайти через заднюю дверь. И многие базы сносил. Ну, например, вот так же, как у меня база, да. Я рассчитывал, что будут идти откуда-то отсюда, а враг пошёл вот через низ. Иногда бывает, можно прямо вот из джунглей зайти на базу и разнести её. А враг там выстраивал всю свою оборону совсем в другую сторону. И даже не знал, что у него вот такая вот трещина в стене. Я не знаю, как ещё сказать. Кстати, вот не знаю, по поводу того, где они сейчас высаживали войска. Иногда, вы понимаете, иногда очень ненаглядно вот это вот среди красных кубиков, где же можно высадиться. Ну, я так понимаю, вот где-то здесь, да. Было бы, мне кажется, удобнее, если было прямо подсвечено, ну, прямо было бы видно. Вот зелёный кубик, значит, здесь можно высадиться врагу. Там, я не знаю, как-то более, чтобы это было, ну, именно, чтобы это было более наглядно. Ну, я не знаю, что мы можем сделать. Если мы этот передвинем сюда, да, забор, да, вот, вот здесь можно высаживаться. Вот, теперь нормально. Ну, или не знаю, может, ненормально. Здесь можно высаживаться. Вот так можно поставить этот забор, чтобы закрыть эту трещину. Ну, тогда у нас здесь появляется место для высадки прямо перед пушками. Это тоже не очень хорошо. Мы лучше всё-таки, наверное, ну, оставим на время это уязвимое место. Может быть, вот так забор передвинуть. Тогда здесь дырка, да, появляется. Может, вот так? Да, вот так, наверное, лучше. Сохранить, сохранить. Ладно, друзья, давайте что? Давайте помаленьку, наверное, будем сейчас действовать следующим образом. Будем смотреть, кто на нас напал. Будем смотреть бои. Ну, не все. Вот посмотрим последние бои, которые на нас нападали. Там, где уже оборона чуть-чуть получше стала. Но вообще, я вот смотрю, тех врагов, которых мне обычно подсовывают. О, смотрите, игрок решил зайти сразу мечниками. Ну, пушки-то мечников отобьют. А это даже лучники. Нет, смотрите, не отобьют. А нет, вот один просто солдат из базы их убивает. Пошли мечники. Вот за это я люблю отряды Тао. Они действительно очень хорошо сносят постройки. И он все-таки, да, добивает нашу базу. Просто даже без использования собственных войск. Потратил одного мечника и пять лучников. Ну, не знаю. По этому поводу можно было, в принципе, здесь, допустим, с забором попробовать обложиться. Или поставить здесь где-нибудь, выгрызть, да, небольшой кусочек, допустим, флоры. И поставить еще одну пушку. Ну, не знаю. Я думаю, вот вместо этого бункера или где-нибудь... Можно поставить какую-нибудь пушку, да, чтобы отбиваться. Не знаю. Так, ну, давайте теперь мы этому человеку попробуем отомстить. Да. Ну, а у нее, кстати, база совсем не сильная. Никакой задумки. Просто здесь высаживаемся и пошли. Ну, и вообще, игрок не особо силен. Вот у него, видите, у него пушки довольно слабые. Вообще, те игроки, которых мне находят противников, они, как правило, гораздо сильнее, если я еще на глобальной карте. Так, теперь это дело удаляем. Давайте посмотрим, что Макс на нас нападал. Макс что-то и сделал. Макс, судя по всему, просто пошел с лобовой атакой, и мы ее не смогли пережить. Ну, у нас не настолько сильные пушки, у нас нету миномета, поэтому, в принципе, оборона у меня довольно слабая. И меня можно, ну, вот так спокойно сломить даже простыми отрядами десантников. Тут две пушки осталось, еще два солдата бежит из обороны. Вот, собственно, и все. Просто взяли силой и количеством, как бы, ничего больше не скажешь. Ну, ладно, Макс, мы попробуем тебе отомстить. Ага, это Мститель. Ну, давайте тут, в принципе, вот как таковых смотреть пока что не на что. То у меня нету какой-то сильной обороны, чтобы смотреть особо грехи обороны. Потому что большинство врагов меня именно побеждают за счет того, что у них более броневые войска. Ну, просто более прокаченные, чем мои турели. Они просто их не могут передамажить и как-то защитить. Так, ну вот в основном, в основном мне всем мстят. Я вот даже никого сам наказать не могу. А нападаю я, как правило, на игроков. Ну, точнее, мне подсовывают игроков сильнее меня. Поэтому они всем мне могут отомстить. Ну, ладно, раз никого нету, пойдемте на карту мира. Ну, вот посмотрим вообще, кого нам тут подсовывают. 5 тысяч, 200 энергии. Вот, видите, у человека миномет. Смотрите, какие пушки мощные. У меня таких нету. Сейчас мы по старой моей тактике ищем по кустикам. Можно ли здесь где-нибудь высадиться или нет, там, где игрок не заметил. Потому что если можно будет высадиться рядом с базой, это было бы круто. Ну, похоже, тут все, все гладко. Ничего нету, да? Ну, вот здесь, наверное, можно высадиться, но... Обычно здесь какая-то еще была такая прореха в кустах. Не, ничего такого. Тогда, друзья, ну, как на это нападать? Мы вообще снесем миномет ударами с воздуха. Раз, два, ну, наверное, три, да, удара потребуется. Два удара нам вот эти уже ничем не помогут. Пушку снести мы не сможем. Теперь высаживаем наши войска, которые будут отвлекать вражеские пушки. Можно их где-нибудь вот здесь высадить. И потом, когда они будут отвлекать пушки, мы просто высадим здесь по тылам мечников и лучников, которые пройдут через лес. Вот, да, и снесут просто в вражескую базу. В принципе, я... Вот эти отряды ТАО очень полезны и очень хороши. Вот, потеряли только пять десантников. Заработали тыквы, опыт для героя. Кстати, вот что касается опыта для героя. Я здесь в ходе боев перерос своим героем, получил новый уровень. И оказалось, ну, это вообще бесполезное занятие качать героев. Ну, может быть, по крайней мере, вот этого Бизона качать, ну, что мне дали за новый уровень? Мне дали плюс один к атаке, к урону в секунду. И плюс 10 очков здоровья. Ну, вот, представляете, да, у меня 630, 620 очков здоровья было, стало 630. Но вот эта десятка здоровья, это очень мало. Ну, это там, знаете, это даже меньше, чем 1,5 от того, что у него было, да. Ну, и здесь тоже с уроном то же самое, собственно говоря. Ну, вот эта единичка урона в секунду, она вообще ничего не решает. И даже там 10 уровней, они особо, ну, не, ну, 10 уровней уже что-то более-менее дадут, да. Ну, как-то слабенько, не знаю, мне кажется. Можно было поначалу больше давать бонусы, потом поменьше. Хотя, это, знаете, это мое личное мнение. Какое-то, в принципе, может и не соответствовать истине. Ладно, давайте пойдем. Так-то, в принципе, если 10 уровней, да, то уже сотка здоровья, уже как-то одна шестая. Уже неплохо звучит. Ну, и с уроном то же самое. Так, ладно, награда у нас здесь 5200 энергии. Вот, вот она, видите, лазеечка. Казалось бы, парень защитился, здесь стена, здесь миномет. Вот, все, враг укрыт. Ничего подобного. Просто высаживаемся здесь рядышком и сносим базу. Как бы вот такие лазейки. Я не знаю, я считаю себя каким-то санитаром леса. Я просто показываю ребятам дыры в их обороне. Вот, если он потом посмотрит этот бой, он сможет для себя сразу сделать вывод, что надо вот сюда какой-нибудь заборчик поставить, чтобы эту брешь закрыть. У нас, кстати, друзья, награды. Мы подняли боевой дух, заработали 10 тысяч и получаем еще 15 кристаллитов. Отлично. Я пока что использую, кстати, среди войск только простых десантников, потому что они быстро восстанавливаются, их как бы потерял. Ну и, как правило, мне их пока что хватает, чтобы сносить врагам оборону, поэтому зачем выдумывать что-то еще. Так, у нас что-то? 18 тысяч кристаллов. Надо больше. Ну и у нас тут остался еще один бой. Мне сейчас уже иногда бои по 7 тысяч минералов попадаются. Так. Что у нас? Смотрим сразу вот где-нибудь здесь вот лазеечку какую-нибудь в кустах. Ну, я ничего такого не вижу. Можно, ну, наверное, я не знаю. Наверное, можно вот здесь высадиться и пускай они идут наверх. И я бы миномет снес, но у меня только два. Я забыл пополнить авиаудары. Два, наверное, сейчас не хватит, да? Да, вот у него все равно чуть-чуть здоровья остается. Но это плохо, друзья. Это может нам грозить провальной атакой. Сейчас все войска нам минометом раскидает. Можно попробовать мечников по-быстрому сейчас высадить. Надеяться, что они дойдут с лучниками до базы и снесут ее, пока тут десантники отвлекают. Ну, в принципе, да. Наверное, да. Ну, тут мы уже войск побольше потеряли. Но это все не проблема, потому что, ну, десантники быстро восстанавливаются. Вот одного-то ау-мечника потеряли. Это уже досадно. Ну, не настолько. И мы получили новый уровень для энергоудара. Вот энергоудар, видите, сильно повышает мощность с каждым новым уровнем. Плюс тридцатка. Это, в принципе, я считаю значительно. При том, что у него свой, да, урон там 230 был. Ну, если в процентном соотношении, да, смотреть. 230 плюс 30. 30 от 230 это много. А вот как у героя, да, там единичка от 60, ну, это мало. Ну, там не 60, не помню, сколько там точно. Так, ладно, давайте зарядим нашу пушку. Вот там единичку от 64 мне давали за первый уровень, да, получается. То есть за один уровень увеличил свою силу на 1.64. Ладно, пойдемте дальше. У нас здесь 23 тысячи. Надо, что-то я запамятовал, там 29, что ли. Давайте вот отряды Тау сейчас заработаем себе. Так, кто-то... А, вот они, ребята, дольше 5 минут восстанавливаются. 17 секунд подождать. Ну, давайте подождем. Вообще, по идее, могли бы и не ждать. На эти миссии, где надо освобождать бойцов Тау, ну, слишком много войск не надо. Как бы здесь обычно и так можно справиться. Так, ну и все, ребята, снесите последнее здание и дело с концом. Так, отлично. 3 мечника получаем, 3 лучника. Кстати, что касается наших бойцов Тау, я даже не помню, какие там у нас лимиты. Можно 12 мечников, у нас 11. Можно 5 лучников. Лучники у нас все есть. Но у нас практически сейчас полностью укомплектованный отряд. Если мы хотим повысить, да, вместительность оплота, надо его улучшать. А у нас даже нету сейчас такой возможности. Ну, ладно, что у нас? 24 тысячи минералов. Давайте еще, наверное, один нормальный бой. И мы заработаем. Так, вот здесь вражеская база. Надо искать лазейку где-нибудь здесь рядышком. Может быть, вот, видите, кажется, есть пропущенное место. То есть просто сейчас выходим в наглую, вплотную к базе. И уничтожаем ее. А враг думал, что мы отсюда пойдем. Думал, что он надежно защищен. Вот как бы вот такими лазейками. Ими можно неплохо, как бы, легко выносить врагов, с которыми вы, возможно, и не могли бы справиться, если бы шли в лобовую атаку, да, так, как враг планировал. Единственное, что, ну, как бы, вот изначально мне было легко сносить врагов, потому что мне подсовывали всех слабых, кто вообще ничего не делал для обороны. Сейчас мне подсовывают врагов, которые делали, да, какую-то оборону, как-то там выставляли пушки, но недостаточно опытных игроков, которые для меня оставляют вот эти дыры лазейки. Я думаю, позже, по мере того, как я буду развиваться, мне уже такие слабые враги, ну, такие новички, которые допускают вот такие вот ошибки, уже попадаться не будут. Так, ладно, друзья, я думаю, мы сейчас сделаем маленькую перестановку на базе. Я думаю, мы поставим на стройку наше здание, наш миномет. Сколько, кстати, у него в атаке наносит урон в области взрыва снаряда, ну, каких-то подробных сведений нам о нем не дают, ну, я думаю, потом дадут. Даже давайте сразу, наверное, тут как-то подготовим почву. Сделаем тут все маленько иначе. Пока что не знаю, что именно. Ну, у меня не самая лучшая оборона, совсем не лучшая. Совсем плохая, наверное, даже оборона. Ну, я потом как-нибудь, наверное, посмотрю у других игроков, может быть, что-нибудь придумаем интересное. А здесь почему нельзя поставить? Там, а, там какая-то кусок флоры. А интересно, враги по диагонали могут ходить? Допустим, если я вот так ставлю забор, то они сносят этот, да, они и по диагонали идут. Ну, ладно, вот так мы тогда поставим здесь оборона. И вот этот заборчик, а его тогда куда? Его можно просто где-нибудь здесь оставить. Это пока что, знаете, такое... Такие временные все у нас заборы. Мы потом все это, конечно, будем как-нибудь переделывать. Ну, а пока что вот так. Тут, кстати, можно ускорить снос декора. У меня как раз сейчас стоит бонус ускоренного сноса декора. И я помаленьку, ну, наверное, я думаю, вот этот весь декор буду помаленьку сносить. Потому что я вот смотрел, знаете, друзья, ради интереса можно зайти в рейтинг и посмотреть, как вообще застраиваются топовые игроки. Вот, например, у нас сейчас Максим в топе, да, по боевому духу. То есть враги его пробивают редко. Вот видите, у него здесь все снесено. Здесь выставлено его здание. Хотя вот здесь он оставил декор и даже, смотрите, даже стенку какую-то припер. То есть он как-то все-таки... Он, наверное, оставил врагам для высадки небольшой кусок где-нибудь здесь, например, да? И больше и высадится-то негде. А все дыры закрыл стенами. Ну, это, знаете, это все тоже интересно. Может быть, следовало взять у него на вооружение что-нибудь тактику. Видите, он, например, вот здесь, как я, не выгрызал вот этот вот кусок, а все оставил как есть в первозданном виде. Но если бы я сразу, может быть, более грамотно начинал играть, я бы, может быть, старался соответствовать игрокам топа и не стал бы тут вообще сносить джунгли, а именно старался бы вот сделать что-нибудь подобное, да? Ну, теперь уже поздно. Обратно мы как бы джунгли вернуть не можем. В этом плане, мне кажется, как-то это все не очень хорошо, да? Что ты можешь неправильно начать, да, игру, и из-за этого у тебя потом будут проблемы. То есть можешь вообще случайно все джунгли снести, а потом понять, что это было плохо и нехорошо. Ладно, давайте посмотрим, что еще вот, допустим. Это у нас было первое место, да, вот второе место. Здесь парень, видите, тоже вообще джунгли. Но он, смотрите, как интересно. Здесь он не сносил джунгли справа, вот здесь, и сверху. Но при этом оставил вот здесь, все снес здесь слева. И база у него, ну, как бы вот примерно так же, да, как у всех. Здесь у нас что? Ну, вот этого врага вот недавно, хотя снесли все, кроме базы. Видите, как интересно, вот он здесь удалил вот это, как я предлагал, вот это озеро и поставил здесь какое-то здание. Я вот спрашивал, интересно, а что если здесь базу поставить? Возможно, у него когда-то здесь база стояла, но потом это стало уже невыгодно, потому что все просто нападали бойцами Тао и сносили. Это только, знаете, для новичков, наверное, может быть, считаться выгодной позицией. Слушайте, ну вот интересно так, да, иногда посмотреть на бойцов из топа, какие-то идеи это приносит. Здесь вот тоже вообще интересно, треугольником как-то враг застроился. Ну, а нападать-то, наверное, враги все равно будут вот отсюда, да, и где бы они забор не ломали, по ним сразу будут несколько пушек бить. Но единственное, что, смотрите, я вот смотрю, что у всех, у всех, у всех практически, вот они оставляют джунгли, и джунгли это их как части защиты базы. То есть здесь враг уже не высадится. И какие-то там небольшие дыры, лазейки, если где-то есть, они закрывают заборами. Ну, это дает какую-то пищу для размышления, как двигаться дальше. И вот, возможно, зря я тут вот это и занимаюсь сейчас вырубкой флоры. Что поделать, я уже здесь нес. Ну и вот этот угол, наверное, его, я даже не знаю. Короче, пока не буду торопиться. В общем, пока не буду сильно сносить здание, сильно сносить флору, потому что этого потом не восстановишь. Ладно, друзья, чем мы теперь займемся? Нам надо еще накопить минералы на какие-нибудь исследования в лаборатории. Эй, лаборатория, откройся. Сим-сим. Что такое? Бункер открывается, а лаборатория что-то не работает. Что-то не могу нажать. Давайте попробуем там ее двинуть, маленько пошевелить. Нет, все равно не открывается. Эй, что такое? Что-то странно все это, но я не знаю. Да, кстати, у нас же бункер теперь как попало стоит. Может быть, один бункер поставить сюда, например, закрыть его, предположим, забором. Например, вот так, да, сделать. Здесь же не могут высадиться. Иногда не видно этих клеток. Можно, нельзя. Как бы вот ненаглядно, как я уже говорил, тут бы сделать прям такую подсветку, что здесь можно высадиться, чтобы зеленым как-то этот квадратик выделялся или каким-то другим ярким светом. Так, ну, пока что вот так временно сделаем. А, и вот этот бункер, да, надо куда-то поближе. Ну, можно сюда вот поставить. Как вариант. Ну, лаборатория что-то не открывается. Я не знаю, сейчас игру перезапущу. Может быть, это нам поможет. Да, друзья, вот, отлично. Я перезапустил игру, и это исправило положение. У нас снова лаборатория работает. Мы можем запускать какие-то исследования. Так, для этого нужен третий уровень. Ну, вот здесь, в принципе, как я понимаю, здесь вот мы уже можем улучшать вот этих дядек, боевых роботов. Но я ими пока что не пользуюсь. Поэтому начнем с десантников. Здесь у нас, ну, тут сразу, да, подсвечено, где есть стрелка вверх. Значит, там можно улучшать. Здесь нужен третий уровень. А вот над этим уже можно работать. Это у нас что? Это у нас улучшение плюс 10 здоровья. А это у нас улучшение плюс 3 атаки. Ну, давайте начнем с здоровья. 9000 кристаллов надо. В принципе, немного. Пойдемте заработаем. Пойдемте даже, знаете, наверное, не на игроков нападем, а мы пройдем еще какую-нибудь миссию сюжетную. Кстати, неплохо за нее дают. 10 тысяч минералов. Уничтожить здание скранчи. Командующий, нам необходимо уничтожить скранчи для безопасного прохода исследователей. Человек, мои люди уже начали расчищать дорогу, но им не помешает помощь. Ну, давайте, помогайте, ребята. Тут самое месиво, я смотрю, здесь и высадимся. Бойцов Тау тратить не будем. Я думаю, и без них все у нас хорошо будет. Единственное, что вот они сейчас на мышке, я не знаю. Похоже, что жукам не от конца. Игнорируйте их и сконцентрируйтесь на постройках. Я не знаю, может быть, если Escape нажать, то мы... Блин, то у нас экран сворачивается. А вот как мне убрать с мышки, вот выделенного его бойца? Неудобно, что я могу в любой момент случайно нажать, и он высадится на поле боя. Ну, я думаю, наши войска без меня сконцентрируются на постройках. Они сейчас более-менее одной толпой идут, и это уже хорошо. Что они не разбегаются по сторонам. Хотя вот теперь разбегаются. Так вот, и сейчас сверху здесь высадимся. Эти постройки снесем, где тут ближайшее место. Ну, давайте здесь высадимся. Постройки уничтожены. Самое время найти источник... Я не знаю, источник чего-то не успел прочитать. Но, наверное, в следующей миссии узнаем. Я как-то не особо слежу за перипетиями местного сюжета. Зато я знаю, что мы можем... А, блин, я... Нет, еще три часа нашему миномету строится. Это много. Зато мы можем запустить, я так понимаю, уже исследование. В принципе, он не такое дорогое. 9000 минералов. Улучшаем. Ну и все. Теперь какое-то время мне заняться в игре нечем. Потому что пока наши постройки не улучшатся, смысла набивать минералы я не вижу. Их все равно там отберут, будут мстить. Единственное, для чего можно сейчас сражаться, это... Ну вот только для того, чтобы зарабатывать тыквы, чтобы качать свой сундук. Ну, я не знаю. Не буду на это пока тратить время. Я вообще сомневаюсь. Вот здесь из всего сундука, я так понимаю, для меня что-то полезное, это только вот этот фонарь. Ну, это ускорение, это все такое временное, знаете, ресурсы наносное. Всех этих дополнительных бойцов, авиаудары или вот это временное ускорение на удаление объектов. Ну, это все, знаете, это вот ивент закончится и этого всего у вас не будет. Да, там войска вы потратите бонусные, бонусные авиаудары тоже. Единственное, что останется у вас после ивента, это если вы именно этот фонарь сможете себе поставить. Но для этого, я даже не знаю, сколько надо тыкв в сумме уничтожить. Ну, наверное, много. Это как бы раз. Я не особо люблю заморачиваться там сильно со всякими пвп-ивентами. Ну, а второй момент, наверное, заключается в том, что этот фонарь, скорее всего, там есть какой-то процентный шанс выпадения вот этих бонусов. И, скорее всего, на этот фонарь вот этот процентный шанс, он, ну, скорее всего, невелик. Не знаю, вот пишите, друзья, оставляйте свои комментарии, кому выпадал фонарь, с какого раза. Может быть, предполагается, что надо все-таки именно прикупить себе какое-то такое значительное количество сундуков за кристаллы. Иначе шанс того, что ты все-таки достанешь этот фонарь, значительно мал. Ну, я не знаю, друзья. Оставляйте свои комментарии, а я на этом прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok